Друзья мои, я вас приветствую на своем канале, поставьте вот такие лайки, не забудьте подписаться. А сегодня я, инстапапа и бренд-шеф студии Вкусолов Денис Марачковский, приготовим для вас интереснейшее блюдо. Досмотрите до конца, приготовьте это дома у себя на кухне. Погнали. Денис, ну что, давай погнали, приготовим. Погнали, сегодня приготовим достаточно интересное блюдо. И его не называется, тунусовая говядина, а так сделаем классический соус виттелло-танат. Так, виттелло-танат. Виттелло-танат. О, я думал, не выговорил. Ну давай, с чего начнем? Для этого нам потребуется есть два основных продукта, которые надо использовать. Это обязательно банка хороших тунцов, желательно в масле, потому что в масле вкуснее. Я предлагаю распрыть, положить туда, помять маленько. Я, тем временем, возьму при желтке, горчицу и растительное масло, и начну потихонечку визировать. Прямо совсем содержаем, будет вкуснее. Почему говорю, в масле, если в собственном соку, лучше, соответственно, сок слить, он не особо вкусный. Так, помять, наверное, ложечкой, да? А, вилочкой, если будем мять? Ну, вилок мне, к сожалению, никто не предоставил. Ну ладно, ничего страшного, размяешься стабильно, крышки нет. Ну, крышки как бы у тебя не появились, но вилки-то я видел тебя там. Бывают, нет, нет, периодически. Так, ладно, размяли. То есть делаем, грубо говоря, вот такую мелкую фракцию, да? Да. Мы тогда можем взять половину анчелуса, второй вид рыбы. То есть на самом деле в классике, как готовится, буквально изначально анчелуса, потом перешли на тунца, ну а сейчас, как с кровей стороны, по-модному сочетают два вида рыб. Ну, как ни удивительно, данный соус мы будем потом подавать к мясу. Возьмем, пока тем временем наши желтки, добавим морщицу, небольшой еще плотной соли. Все, уберем от блендера, желательно блендер в стакан. Если нет блендера в стакан, можно взять ручной блендер. Если нет ни того, ни другого, венчик вам в помощь. Венчик нам в помощь, да. Как ты говоришь, надо все резать ножом и мешать венчикам. Но блендер... Блендер есть блендер. Так, это просто сюда, сюда и укрепи. Просто сегодня мы убиваем двух зайцев. И ознаваем видео, и делаем заготовку мне на кухню. И одного кролика. Нет, заготовка на кухне-то уже хорошо. Не зря, так сказать, наши тундыри праведные будут здесь у вас. Так, это я тоже размешал, да, немного. Размешиваем, сюда добавляем капельса. То есть, для начала можно взять половину, потом чуть-чуть побольше. Просто не все любят вкус капельса. Ну и зря. Хороший вкусный продукт. Курантринку. Это да. Я, кстати, очень люблю капельсы на самом деле. Для многих выдохов в сухах. Мы-то время начинаем сливать. Тонпи-стонпи. Ваши желудки, сгорчатся, левая масла. Убираем немножко кислинки. Соль ее почему-то добавила чуть-чуть, потому что у нас они еще у нас и соленые. Приедет соленый, так и здесь как бы соль и руки не заигрывается. И капельсы тоже слегка соленоватый, хочу тебе сказать. Знаешь, после последнего видео у Валимира Мухина, который делал лапшу молочную в кокосе, а именно в качестве лапша он использовал непосредственно мякоть кокоса и назвал это лапшой. Поэтому после этих слов, я думаю, можно ее называть шкурки хлебные. Шкурки хлебные. Да, ладно. Шкурки я удалил. Так. Половину разрезаем, разламываем, добавляем сюда и грамм 100 сливок. Да, шеф! Сливка как бы здесь, я предлагаю, вы можете обратить внимание, мы используем растительные сливки, не животные. Можно использовать животные сливки. Но почему я использую растительные? Первый момент, не все любят почему-то животного происхождения продукты. А второй момент, с растительными сливками у нас соусы будут храниться дольше. Замачиваем наш багет и добавим немножко соусной истории, то есть два вида соуса, которыми будем доводить до автуса. Соус ворчестер. Ох, ты вообще. У меня просто промышленное производство, мне привозит по 18 литров в большие бутылики, поэтому я перебиваю в чашечки, а так обычно небольшие золотолочки. Желтенькой этикеткой. Да. Я пользуюсь периодически. Сколько примерно идет? Грамм 15 и бальзамического уксуса здесь можно тоже в столовую ложку добавить. Ложки, слава богу, есть. Ну, ложки есть, да. Что есть, то есть, только не отнять. Ложки есть, грыжек нет. Есть. Все, мы подготовили непосредственно три момента. Сейчас добавим еще немного масла. Берем кончоус, хлеб и так называемую базу майонеза. Почему мы называем майонезом? Потому что мы взяли желтки, горчицу и масло. Сбили, все это соединяем, пробиваем. Получается вот каков молодец. Ну да. Давай. Обязательно напишите в комментариях, сделали вы так или нет. А может когда-то по-другому. Так. За основу у нас получается база получилась. Ага. Добавляем непосредственно наш тунец. Сюда? Да. Прям сюда. Прям все. Ну давай. И для резкости соуса мы как раз добавляем слеп, замоченный в сливках с добавлением к варчестеру и бальзамику. Хм, вкусно. Но славновато. Вот, на разы. Пиром хотя бы, да? Пиром хотя бы, да, сейчас. Так. На самом деле побить можно маленько побольше, если не хотим, там совсем однородную текстуру можно потереть через сито. Но здесь, на самом деле, кому так удобно. Берем, выливаем соус. Соус должен получиться средней консистенции. Ну, вот такой, такой примерно не получился. Размешиваем. Ну, давай. Кашка будет. И чуть-чуть перца. Свежий молот, это всегда наше все. Как я люблю сказать, не пользуйтесь вы этим перцем, который уже в трусу перемолв и идет в пачках. Делайте вот такой. Потому что это, по крайней мере, уже запах и вкус дает прям такой оригинальный достаточно. Все отлично. Теперь остается он настояться. Настояться он буквально примерно 30-40. И можно вот это делать с мясом. Как раз мясо приготовить. Да. Ну что, ребят, кто досмотрел, спасибо. Обязательно приготовьте это у себя дома на кухне. Не забудьте подписаться, поставить вот такие лайки. То же самое главное. Всем добра и приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...